Так, я искал название этого рассказа, но так и не нашел. Ну да ладно, Рэй Брэдбери. Короткий рассказ. Взрыв огромным консервным ножом спорол корпус ракеты. Людей выбросило в космос. Подобно дюжине трепешущих серебристых рыб их разметало в Черном океане. А корабль, распавшись на миллион осколков, полетел дальше, словно рой метеоров в поисках затерянного солнца. «Беркли! Беркли! Ты где?» Слышатся голоса. Точно дети заблудились в холодной ночи. «Вуд! Вуд! Капитан! Холлес! Холлес! Я Стоун! Стоун! Я Холлес! Где ты?» «Не знаю. Разве тут поймешь, где верх?» «Я падаю. Понимаешь, падаю. Они падали. Падали, как камни падают в колодец. Их разметало, будто двенадцать палочек, подброшенных вверх исполинской силой. И вот от людей остались только одни голоса. Несхожие голоса, бестелесные и иступленные, выражающие разную степень ужаса и отчаяния. Нас относят друг от друга. Так и было. Холлес, медленно вращаясь, понял это, понял и в какой-то мере смирился. Они разлучились, чтобы идти каждый своим путем, и ничто не могло их соединить. Каждого защищал герметический эстафандр и стеклянный шлем, облекающий бледное лицо, но они не успели надеть силовые установки с маленькими двигателями. Они были бы точно спасательные лодки в космосе. Могли бы спасать себя, спасать других, собираться вместе, находя одного, другого, третьего. И вот уже получился островок из людей. И придуман какой-то план. А без силовой установки на заплечья они неодушевленные метеоры. И каждого ждет своя отдельная неотвратимая судьба. Около десяти минут прошло, пока первый испуг не сменился металлическим спокойствием. И вот космос начал переплетать необычные глаза на огромном черном ткацком стане. Они перекрещивались, сновали, создавая прощальный узор. — Холлес, я Стоун. Сколько времени можем мы еще разговаривать между собой? Это зависит от скорости, с какой ты летишь прочь от меня, а я от тебя. Что-то около часа. Да, что-нибудь вроде того, — ответил Холлес задумчиво и спокойно. — А что же все-таки произошло? — спросил он через минуту. — Ракета взорвалась, столько и всего. С ракетами это бывает. В какую сторону ты летишь? Похоже, я на Луну упаду, а я на Землю лечу. Домой, на старушку, Землю, со скоростью шестнадцать тысяч километров в час. Сгорю, как спичка. Холлес думал об этом с какой-то странной отрешенностью. Точно он видел себя со стороны и наблюдал, как он падает. Падает в космосе. Наблюдал так же бесстрастно, как падение первых снежинок зимой. Давным-давно. Остальные молчали. Размышляя о судьбе, которая поднесла им такое, падаешь, падаешь, и ничего нельзя изменить. Даже капитан молчал, так как не мог отдать никакого приказа, не мог придумать никакого плана, чтобы все стало по-прежнему. Ох, как долго лететь вниз. Ох, как долго, как долго, долго, долго лететь вниз, сказал чей-то голос. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Долго лететь вниз. Кто это? Не знаю. Должно быть Стимсон. Стимсон, это ты. Как долго, долго, сил нет. Господи, сил нет. Стимсон, я Холлес. Стимсон, ты слышишь меня? Пауза. И каждый падает. И все порознь. Стимсон. Да, наконец-то ответил. Стимсон, возьми себя в руки. Нам всем одинаково тяжело. Не хочу быть здесь. Где угодно, только не здесь. Нас еще могут найти. Должны найти. Меня должны найти, сказал Стимсон. Это неправда то, что сейчас происходит. Неправда. Плохой сон, произнес кто-то. Замолчи, крикнул Холлес. Попробуй, заставь, ответил голос. Это был Эпплгейт. Он рассмеялся бесстрастно, беззаботно. Ну где ты? И Холлес впервые ощутил всю невосемость своего положения. Он захлебнулся яростью, потому что в этот миг ему больше всего на свете хотелось поквитаться с Эпплгейтом. Он много лет мечтал поквитаться, а теперь поздно. Эпплгейт. Всего лишь голос в наушниках. Они падали. Падали. Они падали. Двое начали кричать. Точно. Только сейчас осознали весь ужас, весь кошмар происходящего. Холлес увидел одного из них. Он пропрыл мимо него совсем близко, не переставая кричать и кричать. Прекрати! Совсем рядом рукой можно дотянуться, и все кричит. Он не замолчит, будет кричать миллион километров, пока радио работает. Будет всем душу расстравлять, не даст разговаривать между собой. Холлес вытянул руку. Так будет лучше. Он напрягся и достал до него. Ухватил за лодыжку и стал подтягивать вдоль тела, пока не достиг головы. Космонавт кричал. И лихорадочно греб руками, точно утопающий. Крик! Этот крик! Заполнил всю вселенную. Так или иначе, подумал Холлес, либо луна, либо земля, либо метеоры убьют его. Зачем тянуть? Он раздробил его стеклянный шлем своим железным кулаком. Крик захлебнулся. Холлес оттолкнулся от тела, предоставив ему кувыркаться дальше. Падать дальше по своей траектории. Падая. Падая. Падая в космос. Холлес и все остальные отдались долгому, нескончаемому вращению и падению сквозь безмолвие. Холлес! Ты еще жив? Холлес промолчал, но почувствовал, как его лицо обдало жаром. Это Эпплгейт опять. Ну чего тебе, Эпплгейт? Потолкуем, что ли? Все равно больше нечем заняться. Вмешался капитан. Довольно. Надо придумать какой-нибудь выход. Эй, капитан, молчал бы ты, а? Сказал Эпплгейт. Что? То, что слышал. Плевал я на твой чин. До тебя сейчас шестнадцать тысяч километров, и давай не будем делать без себя посмешище. Как это Стимсон сказал? Нам еще долго лететь вниз. Эпплгейт. А, заткнись. Объявляю единоличный бунт. Мне нечего терять. Ни черта. Корабль ваш был дряненький, и вы были никудышным капитаном. Я надеюсь, что вы сломаете себе шею, когда шмякнетеся луну. Приказываю вам замолчать. Давай, давай, приказывай. Эпплгейт улыбнулся за шестнадцать тысяч километров. Капитан примолк. Эпплгейт продолжал. Так на чем мы остановились? Холлис. А, вспомнил. Я ведь тоже и тебя терпеть не могу. Да ты и сам об этом знаешь. Давно знаешь. Холлис бессильно сжал кулаки. Послушай-ка, что я скажу. Не унимался Эпплгейт. Порадую тебя. Это ведь я подстроил так, что тебя не взяли в Рокет Компани пять лет назад. Мимо. Мелькнул метеор. Холлис глянул вниз. Левой кистью, как и не бывало, брызнула кровь мгновенно. Из скафандра вышел весь воздух. Но в легких еще остался запас. И Холлис успел правой рукой повернуть рычажок у левого локтя. Манжет остался, сжался и закрыл отверстие. Все произошло так быстро, что он не успел удивиться. Как только утечка прекратилась, воздух в скафандре вернулся к норме. И кровь, которая хлынула так бурно, остановилась. Когда он еще сильнее повернул рычажок, получился жгут. Все это происходило среди давящей тишины. Остальные болтали. Один из них, Лэспер, знай себе, болтал про свою жену на Марсе. Свою жену на Венере. Свою жену на Юпитере. Про свои деньги. Похождения, пьянки, игру и счастливое времечко. Без конца тараторил, пока они продолжали падать, летя навстречу смерти. Он предавался воспоминаниям и был счастлив. Да чего все это странно? Космос. Тысячи космических километров. И среди космоса вибрируют голоса. Никого не видно. Только радиоволны пульсируют, бородоражат людей. Ты злишься, Холлес? Нет. И он впрямь не злился. Вернулся от решенности. Он стал бесчувственной глыбой бетона, вечно падающей в никуда. Ты всю жизнь коробкался вверх, Холлес, и не мог понять, что вдруг случилось. Это я успел подставить тебе ножку, как раз перед тем, как меня самого выперли. Это не играет никакой роли, ответил Холлес. Совершенно верно. Все это произошло, когда жизнь прошла. Она словно всплеск кинокадра. Один миг на экране. На мгновение все страсти и предрассудки спусть сгустились и легли проекции на космос. Но, прежде чем ты успел воскликнуть, вон тот день счастливый, а тот несчастный, это злое лицо, а то доброе, лента обратилась в пепел, а экран погас. Отчутившись на крайнем рубеже своей жизни и оглядываясь назад, он сожалел лишь об одном. Ему всего-навсего хотелось жить еще. Может быть, у всех умирающих такое чувство, будто они и нежели. Не успели вздохнуть как следует, как уже все пролетело. Конец? Всем ли жизнь кажется такой невыносимо бестротечной, или только ему, здесь и сейчас, когда остался всего час, другой на раздумье и размышлении? Чей-то голос Леспера говорил. А что, я пожил в сласть. Одна жена на Марсе, вторая на Венере, третья на Юпитере. Все с деньгами, все меня холили, пил сколько влезет, раз проиграл двадцать тысяч долларов. Но теперь-то ты здесь, подумал Холлис. У меня ничего такого не было. При жизни я завидовал тебе, Леспер. Но пока мои дни не были сочтены, завидовал твоему успеху у женщин, твоим радостям. Женщин я боялся и уходил в космос. А сам мечтал о них и завидовал тебе с твоими женщинами деньгами и буйными радостями. А теперь, когда все позади и я падаю вниз, я ни в чем тебе не завидую. Ведь все прошло. Что для тебя, что для меня, сейчас будто никогда и не было ничего. Наклонив голову, Холлис крикнул в микрофон. Все это прошло, Леспер! Молчание. Будто и не было ничего, Леспер. А кто это? Послышался неуверенный голос Леспера. Холлис. Он, подлец, в душу ему вошла подлость, бессмысленная подлость умирающего. Эпплгейт уязвил его. Теперь он старается сам кого-нибудь уязвить. Эпплгейт и космос, и тот, и другой нанесли ему раны. Теперь ты здесь, Леспер. Все прошло. И точно ничего не было, верно? Нет. Когда все прошло, то будто и не было, чем сейчас твоя жизнь лучше моей. Сейчас вот что важно. Тебе лучше, чем мне. Ну, тебе лучше, чем мне. Да, лучше. Это чем же? У меня есть воспоминания. Я помню, вскричал Леспер, где-то далеко-далеко. О-о-о, возмущенно прижимая обеими руками к груди свои драгоценные воспоминания. И ведь он прав. У Холлиса было такое чувство, словно его окатили холодной водой. Леспер прав. Воспоминания и вожделения не одно и то же. У него лишь мечты о том, что он хотел бы сделать. У Леспера воспоминания о том, что исполнилось и свершилось. Сознание этого превратилось в медленную, изощренную пытку. Терзало Холлиса безжалостно и неумолимо. А тебе что от этого? Крикнул он Лесперу. Теперь-то какая радость от того, что было и быльем поросло? Ты в таком же положении, как и я. У меня на душе спокойно, ответил Леспер. Я свое взял. И не ударился под конец в подлость, как ты. Подлость? Холлис повертел одно слово на языке. Сколько он себя помнил, никогда не был подлым. Не смел быть подлым. Не иначе копился эти годы для такого случая. Подлость. Он оттиснил это слово вглубь сознания. Почувствовал, как слезы выступили на глазах и покатились вниз по щекам. Кто-то услышал, как у него перехватило голос. Не раскисай, Холлис. В самом деле смешно. Только что давал советы другим, Стимсону. Ощущал в себе мужество, принимая его за чистую монету. А это был всего-навсего шок и отрешенность, возможное при шоке. Теперь он пытался втиснуть в считанные минуты чувства, которые подавлял целую жизнь. Я понимаю, Холлис, что у тебя на душе прозвучал затухающий голос Леспера, до которого теперь было уже 30 тысяч километров. Я не обижаюсь. Но разве мы не равны Леспер и я, не думал он, здесь, сейчас? Что прошло, то кончилось. Какая теперь от этого радость? Так и так конец наступил, однако он знал, что упрощает. Это все равно, что пытаться определить разницу между живым человеком и трупом. У первого есть искра, которой нет у второго, эманация, нечто неуловимое. Так и они с Леспером. Леспер прожил полнокровную жизнь, он же Холлис. Много лет все равно, что не жил. Они пришли к смерти разными тропами. И если смерть бывает разного рода, то их смерти, по всей вероятности, будут различаться между собой, как день и ночь. У смерти, как и у жизни, много разных граней. И коли ты уже когда-то умер, зачем тебе смерть конечная? Раз навсегда, какая предстоит ему теперь? Секундой позже он обнаружил, что его правая ступня начисто срезана. Прямо хоть смейся. Снова из скафандра вышел весь воздух. Он быстро нагнулся. Ну, конечно, кровь, метеор, отсек ногу до лодыжки. Ничего не скажешь. У этой космической смерти свое представление о юморе. Рассекает тебя по частям. Точно невидимый черный мясник. Боль вихрем. Окружила голову, и он, силиясь не потерять сознание, затянул рычажок на колени. Остановил кровотечение. Восстановил давление воздуха. Выпрямился и продолжил падать. 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 Больше ничего не оставалось. Холис. Он сонно кивнул, утомленный ожиданием смерти. Это опять Эпплгейт, сказал голос. Ну? Я подумал. Слышал, что ты говорил. Не годится так. Во что мы себя превращаем? Недостойная смерть получается. Изливаем друг на друга всю желчь. Ты слушаешь, Холис? Да. Я соврал. Только что. Соврал. Никакой ножки я тебе не подставлял. Сам не знаю, зачем так сказал. Видно, захотелось уязвить тебя. Именно тебя. Мы с тобой всегда соперничали. Видишь, как жизнь. К концу так и спешишь покаяться. Видно, это твое зло вызвало у меня стыд. Так или не так, хочу, чтобы ты знал, что я тоже вел себя по-дурацки. И в том, что я тебе говорил, нет, не на грош правды. И катись оно к черту. Холис снова ощутил биение своего сердца. Пять минут оно словно и не работало, но теперь конечности стали оживать, согреваться. Шок прошел. Прошли тяжкие приступы ярости, ужаса, одиночества. Как будто бы он только что из-под холодного душа впереди завтрак и новый день. Спасибо, Эпплгейт. Не стоит. Выше голову старый мошенник. Эй! Вступил Стоун. Что тебе? Отозвался Холис через просторы космоса. Стоун был его лучшим другом на корабле. Попал в метеорный рой. Такие миленькие астероиды. Метеоры? Это, наверное, мермидоны. Они раз в пять лет пролетают мимо Марса к Земле. Меня в самую гущу занесло. Кругом точно огромный калейдоскоп. Тут тебе все краски, размеры, фигуры. Ух ты, красота-то какая. Этот металл. Тишина. Лечу с ними. Снова загорел Стоун. Они захватили меня. Вот чертовщина. Он рассмеялся. Холис напряг зрение, но ничего не увидел. Только крупные алмазы и сапфиры, изумрудные туманности и бархатная тушь космоса и глаз Всевышнего отдается между хрустальными бликами. Это сказочно, удивительно. Вместе с потоком метеоров Стоун будет много лет мчаться где-то за Марсом и каждый год возвращаться к Земле. Миллион веков. То показаться в поле зрения планеты, то вновь исчезнуть. Стоун и Мемермедоны. Вечные и нетленные. Изменчивые и непостоянные. Как цвета в калейдоскопе. Длинные трубки, которые ты в детстве наставлял на солнце и крутил. Прощай, Холис. Это чуть слышный голос Стоуна. Прощай. Счастливо крикнул голос. Холиса через пятьдесят тысяч километров. Не смеши, сказал Стоун и пропал. Звезды подступили ближе. Теперь все голоса задухали, удаляясь каждый по своей траектории. Кто в сторону Марса, кто в космические дали. А сам Холис, он посмотрел вниз. Единственный из всех, он возвращался на Землю. Прощай. Не унывай. Прощай, Холис. Это Эпплгейт. Многочисленные досвидания. Отрывистые. Прощай. Большой мозг распадался. Частически мозга, который так чудесно работал в черепной коробке, несущегося сквозь космос ракетного корабля, одна за другой умирали. И исчерпывался смысл их совместного существования. И как тело гибнет, когда перестает действовать мозг, так и дух корабля, и проведенные вместе недели, и месяцы, и все, что они значили друг для друга, всему настал конец. Эпплгейт был теперь всего-навсего отгороженным от тела пальцем. Нельзя подсиживать, нельзя презирать. Мозг взорвался, и мертвые никчемные осколки разбросало. Не соберешь. Голоса смолкли. Во всем космосе тишина. Холлес падал в одиночестве. Они все очутились в одиночестве. Их голоса умерли, точно эхо слов Всевышнего, изреченных и отзвучавших в звездной бездне. Вон капитан улетел к луне. Вон метеорный рой унес Стоуна. Вон Стимсон. Вон Эпплгейт на пути к Плутону. Вон Смит, Тернер, Ундервуд. И все остальные стеклышки калейдоскопа, которые так долго составляли одушевленный узор, разметало во все стороны. А я, подумал Холлес, что я могу сделать? Есть ли еще возможность чем-то восполнить ужасающую пустоту моей жизни? Хоть одним добрым делом загладить подлость, которую я накапливал в себе столько лет, не подозревая, что она живет во мне? Но ведь здесь, кроме меня, никого нет. А разве можно в одиночестве сделать доброе дело? Нельзя. Завтра вечером я войду в атмосферу Земли. Я сгорю, думал он, и рассыплюсь прахом по всем материкам. Я принесу пользу. Чуть-чуть. Но прах есть прах. Земли прибавится. Он падал быстро, как пуля, как камень, как железная гиря. От всего, от грешившейся, окончательно отрешившейся, ни грусти, ни грусти, ни радости в душе, ничего, только желание сделать доброе дело, теперь, когда всему конец. Доброе дело о том, но о котором он будет знать только он, только он один. Когда я войду в атмосферу, подумал Холлес, то сгорю, как метеор. Хотел бы я знать, сказал он, кто-нибудь увидит меня? Мальчуган на проселочной дороге поднял голову и воскликнул. Смотри, мама, смотри, звездочка падает. Яркая белая звездочка летела в сумеречном небе Иллинойса. — Загадай желание, — сказала его мать. — Скорее, загадай, загадай желание.